Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. В Угловском районе этой ночью погиб десятиклассник. Каковы версии трагедии? Мало того, что дороги нету, никаких тропинок нету. Ни пройти, ни проехать. Барнаульцы с трудом попадают на Булыгинское кладбище. Немного бытового мусора, немного строительного мусора. Куда свозили снег с дорог, теперь кидают мусор. Активисты индустриального района намерены бороться за чистоту пустыря за торговым центром. Итак, этой ночью в Угловском районе погиб ученик десятого класса. В тот момент он находился вместе с тремя друзьями на местном стадионе. Жители рассказали порталу Толк, что смерть могла произойти после употребления некоего вещества. После того, как парню стало плохо, сверстники позвонили медсестре, но ей оставалось лишь констатировать смерть. Местные жители описали семью погибшего как порядочную, а о самом парне сказали, что он хорошо учился и был спортсменом. В Угловский район выехала уполномоченная по правам ребенка в край Ольга Казанцева. Она должна разобраться, почему ночью дети были на стадионе. Прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела будут изучены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, при которых несовершеннолетние в ночное время находились на улице без сопровождения взрослых. В Распутицу не умирать. Уже несколько лет барнаульцы после зимы с трудом добираются от Добулыгинска Кировского кладбища. Тает снег, а вместе с ним и дорога. Через лужи по глубоким ямам тяжело не только пройти к могилам, но и проехать. На месте побывал наш корреспондент Дмитрий Дроздов. На первый взгляд вам могло показаться, что это берег какого-нибудь побережья, но на самом деле это дорога к Булыгинскому кладбищу. 150 метров сложного участка, где под лужами скрывается куча сюрпризов. Ямы, какие-нибудь бетонные блоки или еще что-нибудь. Зимой дорога отличная, но с приходом весны все меняется. Лариса Щеляйкина проходит путь до Булыгинска Кировского кладбища как полосу препятствий. Дорога грунтовая, хотя где-то видны и остатки асфальта. Альтернатив никаких, только огромные лужи и грязь. Это просто ужас. Мало того, что дороги нету, никаких тропинок нету. Ну, добраться тяжело. Людей хоронят постоянно, то есть кладбище работающее. Здесь КАМАЗ гальмовал, мы не смогли даже. То есть объехать его никаким образом нельзя было, пока его там не помогли, не вытащили. Как говорится, дорога к кладбищу сплащивает. Хочешь проехать, объединяй усилия и помоги ближнему. Если с таким участком дороги не справляются грузовые машины, легковые и подавно. Легковушки сюда, конечно, ездят чаще, но не все добираются до конечной точки. Попадает в лужу и машина либо плывет и не едет дальше, либо задевает землю бампером или порогом. И выплывает с нехилым уроном. А ведь скоро родительский день, когда на этот путь встанут тысячи барнаульцев. Мы обратились за пояснениями в администрацию Барнаула. Дорога по улице Чернышевского от приулка Малого Пруцкого до приулка Крайнего включена в план текущего ремонта уличной дорожной сети города на 2023 год. Работы планируется провести в течение этого же года. Видела, что шло захоронение, то есть ехал кортедж похоронный. И вот катафалк практически шел чуть ли не под бампер, под самый. Потому что глубокие. Вы сами сейчас, может быть, ехали и видели, что лужи очень глубокие. И это не единственная проблема Булыгинского кладбища. В соцсетях опубликовали кадры, где за могилами возвышаются горы мусора. Свалка не санкционирована. После обращений СМИ в администрацию центрального района они обещают решить проблему в ближайшее время. Также запланированы работы по рекультивации земельного участка, вывозу грунта и отходов. Жители города надеются, что ничто не омрачит родительский день, который в этом году выпадает на вторник 25 апреля. И все смогут приехать и пройти к усопшим родным. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Морской прибой тебе снял. Следователи и прокуроры проводят проверки по факту распыления газового баллончика в школе села Первомайское Бийского района. Как известно, на сегодняшний день шестиклассник распылил перцовый баллончик в помещении школы. За медицинской помощью, по данным Минздрава региона, обратились 46 детей 11-12 лет жалобами на слезотечение, жжение в слезистой полости рта. На место происшествия пришлось вызывать сотрудников скорой помощи. Пятерих школьников госпитализировали. В рамках проверок сотрудникам следкома и прокуратуры предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действию или бездействию сотрудников школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В ситуации разбираются и сотрудники полиции. Зима ушла, мусор остался. На пустыре за одним из торгово-развлекательных центров Барнаула кучи вывезенного снега сменились горой бытовых отходов. На довольно большом участке планировался парк. Но пустырь, как место для свалки, используют все, кому не лень. Борются с этим местные активисты. Скоро они организуют первый в этом году субботник. Подробнее Данил Кузнецов. Немного бытового мусора, немного строительного мусора. К сожалению, люди не очень ответственно, совестно относятся к окружающей среде, к природе и выбрасывают, куда пришлось, куда им удобно. Покрышки и пластмассовые бутылки. Такие виды каждый день наблюдает Алексей по пути на работу. Зимой мусор был не так заметен. Однако снег растаял, и старые болячки показались наружу. Очень много мусора здесь выбрасывается. И в то же время городу не хватает, особенно новому району индустриальному, не хватает зеленых территорий. Эта территория как раз была забронирована под парк. И по кадастровой карте она имеет назначение соответствующее. Проблема людей, которые не доносят мусор до урны, лишь одна из списка. Другая проблема – это вывоз снега. Организации сюда его доставляют на машинах, а потом просто скидывают на землю. В итоге оползень разрастается, потому что снег тает, и, соответственно, талые воды все это размывают. Яркий пример тому – вот эта вот дыра. Еще месяц назад ее не было. Так выглядел пустырь в начале марта. Черно-белые горы и следы от протекторов-шин грузовиков. Этой зимой в городе действовало 8 официальных мест для отвала снега. Пустыря за Европой в этом списке не значится. Тем не менее, уже который год снег с барнаульских улиц свозят и сюда тоже. Местным активистам давно не нравится, что такую потенциально популярную территорию превращают в свалку. А экологи и вовсе уверены, что хранить так подобные отходы – это нарушение. Вещества, которые содержатся в снеге, например, которые добавляют у нас антигололедные реагенты, они в основном второго-третьего класса опасности вещества. Эти вещества, соли, они, соответственно, все это и разъедают, сжигают растительность, верхний слой плодородной почвы. Хотя за годы на Большом пустыре разрослись деревья, кустарники. Весной появляется собственный водоем, куда прилетают утки и иногда разводят здесь потомство. Активисты и общественники района в прошлом году решили взять в свои руки благоустройство территории, на которой должен появиться парк. Да, с теми, кто валит сюда снег, жителям не разобраться. Но привести в порядок участок после зимы вполне по силам. Первый в этом году субботник они наметили на апрель. Мы привлекли переработчиков мусора, нужно будет нам отделить стекло и металл отдельно, они заберут его на переработку. И также договорились с переработчиками, они заберут покрышки. Остальной мусор на свалку отвезет администрация индустриального района. Кстати, она же выделит пакеты, а вот перчатки лучше захватить свои. Субботник пройдет 22 апреля в 14 часов. Активисты ждут всех желающих, особенно жителей индустриального района. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В парке целинников кто-то разбросал гвозди с нанизанным на них салом. Об этом сообщила в соцсетях жительница Барнаула, которая предупредила владельцев собак об опасности прогулки. Горожанка вывела свою собаку на коротком поводке и позже обнаружила в пасте питомца огромный гвоздь. Вытащить его было непросто, написала женщина, и обрадовалась, что гвоздь был не отравлен. Комментаторы поста предположили, что сало прибивали зимой к деревьям, чтобы кормить птиц. Но хозяйка собаки на это сообщила, что таких гвоздей, ловушек разбросано по всему парку. Так что, владельцы питомцев, будьте осторожны. Ну а мы переходим к другим темам. В Барнауле готовят к запуску асфальтобетонный завод. Вот это две смесительные установки с мощностью выпуска 32 тонны асфальтобетона в час. Сейчас на предприятии ведут пусконаладочные работы и тестируют оборудование. Его приобрели за счет городского бюджета. По целевой субсидии на общую сумму 5,5 миллиона рублей. Осенью 22-го подготовили площадки. На сегодня монтаж оборудования одной из установок уже завершен. Когда в краевой столице среднесуточные температуры перейдут в стабильный плюс, завод запустят. Всего по плану текущего ремонта горящим асфальтом в Барнауле планируют отремонтировать порядка 46 тысяч квадратных метров дорог. Более 11 тысяч квадратных метров из них тротуары. Почти 3,5 миллиарда рублей в этом году планируют направить на ремонт барнаульских теплосетей. Об этом заявил глава Барнаула Вячеслав Франк. Перекладывать теплосети в городе уже начали. Работы ведутся на нескольких улицах. Подробнее в сюжете. Шесть повреждений за пять лет произошло на участке сети по улице энтузиастов. Его теплосетевая компания взяла в работу уже 27 марта. Здесь живут 45 тысяч горожан, поэтому ремонт просто необходим. 155 метров сети планируют доделать уже к 1 июня. Кроме энтузиастов, специалисты сейчас меняют трубы на Покровской и проспекте космонавтов. Но планы на весну и лето не ограничатся только этими территориями. 44 участка мы в этом году ремонтируем, модернизируем, реконструируем. Еще у нас 12 километров мы планируем в этом году построить сетей. У нас большие планы по строительству. Это к речному вокзалу мы потянем сеть, квартал Шотландия 2036, шестая Нагорная. Глава Барнаула отметил, что отопительный сезон близится к завершению, поэтому пришла пора готовиться к новому. Вячеслав Франк поблагодарил горожан за терпение, ведь без аварии обойтись не удалось. Более трех миллиардов будет вложено в году в данном направлении. Вообще это система. Здесь еще раз спасибо губернатору, что мы работаем системно, с понятными объектами, с понятными графиками. В этом году у нас большое количество ремонтных работ. Вообще участков более 200. Но в этом году такие у нас объективные, которые требуют особого контроля, в рамках программы концессионных соглашений, которые делают тепловики, это 83 участка. Кстати, именно при поддержке Виктора Томенко в свое время было подписано концессионное соглашение с СГК. Всего в городе 1700 километров теплосетей, так что работы достаточно. Но главная задача и власти, и специалистов теплосетевой компании – завершить работы в срок и спокойно войти в новый отопительный сезон. Татьяна Голубева, День с толком. К приятным новостям из мира спорта. Два международных турнира по гребле пройдут в Алтайском крае в этом году. Об этом сообщил министр спорта Максим Рябцев в ходе пресс-конференции. У нас планировалось проведение в этом году международных стартов по гребле на Байдарках и Каное. Это Кубок чемпионов, который проводился у нас в 2018 году, с привлечением топовых спортсменов по этому виду спорта. Сейчас, в связи с сложившейся обстановкой, ряд спортсменов нашу страну посетить не смогут. Но в этом пространстве, в существующей обстановке, мы приняли решение все-таки международный старт сохранить, провести его. Возможно, с менее топовыми спортсменами, но с привлечением иностранных спортсменов из Азии и из Южной Америки. Провести международный старт планируют в сентябре этого года. Также, по словам министра спорта, в августе решено провести еще одно международное соревнование по гребле – старт на Кубок Константина Костенко. В спальных районах Барнаула начали зарождаться новые миры – фантастические арт-пространства. Сегодня они выбиваются из общего массива многоэтажек и тем самым привлекают свое внимание. Речь идет о железном роботе в районе Балтийской крепости. Как архитекторы оценивают оригинальное пространство и как оно вписывается в городскую среду, узнавала Валентина Аскерова. Это фонари от 53-го газика, очень-очень древнего, тоже найден на металлоломе. Робот-стрекоза, длиннющая скалопендра, робот-праздник. Бар-музей с неповторимыми арт-объектами появился в спальном районе города. Оформил пространство известный художник-декоратор из республики Алтай Алексей Стишак. Это уникальное пространство, напичканное роботами, которые будут, думаю, интересны всем. Такой своеобразный музей роботов. Представьте, что вас выдернули просто из привычной среды. Вот вы шли по дороге, допустим, или ехали просто по дороге. И вас просто вот взяли и переставили, и просто вообще совершенно другой мир. Роботы сделаны из металлолома. Вторую жизнь в железком собственноручно дал Алексей. Что-то художник покупал, что-то ему дарили. А вот это вот кран, который я купил в 2013 году в Москве на Блошином рынке. И вот он пролежал, ну, грубо говоря, 10 лет, пока вот места не нашел. И он великолепен. Просто этот кран великолепен. Металлолом покупной весь, он и стоит, он, блин, нормально. Что-то отдавали абсолютно бесплатно, за что прям спасибо. Мы уже рассказывали о талантливом художнике полтора года назад. Тогда он украсил Барнаульские улицы искусственным интеллектом. Сегодня мы видим целый музей роботов, которыми можно не просто любоваться, но и касаться. Дальше больше, рассказывает Алексей. Я хочу тематический парк. Кстати, тематический парк с роботами. В городе? У нас, надеюсь. Ну, я тоже на это надеюсь. Барнаульские архитекторы уже оценили новое пространство. По их мнению, оно добавило городу красок. Подобные проекты довольно контрастны в нашей городской среде. Особенно если посмотреть спальные микрорайоны в полном смысле слова. Они имеют одинаковые архитектурные решения. То говорить о том, что такой объект именно прям вписывается, скорее он работает на контрасте. Он призван привлекать внимание, быть заметным, то есть создавать вау-эффект. По словам архитекторов, подобные места дают возможность жителям спального района в выходные дни не эмигрировать в тот же центр города, а оставаться здесь, в своем районе, в котором начинает развиваться социально-быдовая инфраструктура. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Школьники края будут снимать документальные фильмы про лица спецоперации. Такой региональный проект родился в Тольменском районе. Местные ученики решили выпустить кино о мобилизованных и волонтерах, помогающих фронту. Сейчас будущие авторы учатся съемочному процессу. Данил Кузнецов продолжит. Без сложных терминов. Слушатели занятий – школьники со всего края. Они приехали в Барнов, чтобы научиться снимать документальные фильмы. Одни мечтают выпустить авторское кино. Другие, как Дарья, намерены углубиться в профессию. Хочу стать журналистом, хочу пойти по стопам мамы. Она у меня тоже журналист и сделала свою карьеру в Москве. Снимать кино школьники будут на одну тему – спецоперация. Такую концепцию межрегионального проекта придумал председатель местной творческой организации «Агава» Вячеслав Латышев. Он уже снимал кино с барнаульскими школьниками в 2015 году. Но тогда размах был меньше. Это мы планируем провести по всему краю, в каждом районе. И в каждом районе будет свой документальный фильм. И героями будут являться не только те, которые участвуют в боевых действиях, но также те, которые своим трудом помогают фронту. В классическом ВУЗе школьникам за месяц помогут быстро понять принципы и правила съемочного процесса. Мы пройдем по самым основным моментам производства любого мультимедиа. Это и создание истории, и написание сценария, и выбор героя. И немножечко в технику улыбимся. Ну, насколько это возможно за столь небольшой срок. У четверных журналистов и именитые гости. На первом занятии свою историю рассказала московский режиссер Олеся Шигина, автор фильма «Отважный», и объяснила, что документальные фильмы – не просто кино. В общем, родился фильм. Такой именно фильм, как бы вот путь к пониманию происходящих событий. Это очень интересно. Думаю, это именно для вас, как для молодых кинематографистов. Сейчас школьники работают над сценарием и составляют список потенциальных героев своего кино. Это будут мобилизованные, пришедшие в отпуск, или волонтеры, помогающие фронту. Данил Кузнецов, день с толком. Данил Кузнецов, день с толком.